10 августа в Калинковичах на стадионе с Дюшор номер 2 проходил матч географических соседей. Место вертикали и Мозорского нефтепроработающего завода. То есть матч попадал под категорию дерби. И в рамках 11 тура второй лиги дивизион Гумельская область состоялась эта спортивная дуэль, собравшая на трибунах около 300 зрителей. Надо сказать, что эта встреча была важна для двух команд. Ведь, одержив победу нефтепроработчики, они закреплялись в лидерах. Вместе с тем, это выбивало из группы сильнейших вертикаль. Ее игру, как всегда, вел Дмитрий Сергеевич Воробей. Главным тренером Мозорского МПЗ является Александр Владимирович Чуб, который со своим тренерским штабом решил с первых минут выпустить на поле Олега Дубовца, опытного голгипера, кстати, капитана команды, Алексея Мусичева, Александра Чайка, Семена Колыбенко, Валерия Новоселова, Сергея Качень, Никиту Никиточкина, его тезку Кашкова Лемичек, возраст которого во второй лиге не должен превышать 18 лет, Станислава Риутского, Ильинича Паренко и Артема Макаревича. В составе вертикали тоже хватало известных футболистов, что на поле Юрий Ярков, Дмитрий Юрченко, Михаил Гончар, что на скамейке запасных, где чего только стоил один Сан Саныч Клименко. С первых минут на поле пошла напряженная борьба. Обе дружины считали себя не слабее оппонента, и каждая футбольная команда играла исключительно на победу. Отсюда жаркие столкновения, порой останавливавшие игру. Иногда судьи охлаждали полуучастников полейского дерби предупреждениями, первый из которых на седьмом минуте матча увидел перед собой опытный Дмитрий Дулуб. Первый гол тоже, кстати, родился из фола. Сбили Алексея Мусичева на подступах к штрафной вертикали и прекрасный удар 17-летнего Никиты Кашкова, который пробил неотразимо. Отличный удар представителей сборной Мозорского нефтепроработающего завода и на 15-й минуте счет стал 0-1. Через минуту нарушил правила Сергей Галушко на Никите Никиточкине, который так неудачно упал, что мало того, что он был заменен, футболисту Мозорского МПЗ потребовалась скорая медицинская помощь. После еще одного предупреждения получил игрок вертикали Владимир Харланов. Никита Никиточкина заменил Сергея Пескун и мало-помалу по мере развития второго тайма инициатива стала переходить к хозяевам поля, которые имели шансы сравнять счет. Однако оборона в Мозорском МПЗ держала удар до 43-й минуты. Тогда Михаил Гончар своим дриблингом оставил соперника неудел, а после передачи на Владимира Бежелева стало голевой 1-1. Отличный гол, вызвавший радость всех тех, кто переживал за Калиньковичскую вертикаль. И казалось, счет первого тайма уже установлен, а нет. Уже в добавленное время Никита Кашков подхватил мяч на левом фланге, выдал прекрасную длинную передачу на противоположный фланг, где Алексей Мусичев, получив мяч, точно ударил поворотом. Там Максим Каждуб отбивает мяч, но тут, как тут, Сергей Качени и 2-1. С таким счетом и завершился первый тайм этого спортивного противостояния, которое вызвало повышенный интерес у любителей, знатоков Калиньковичского футбола. Команда играет неплохо, шла до недавнего времени на третьем месте. Но вот сегодня игра такая, как бы ключевая такая. Играют два, как бы, две команды, которые прекрасно знают друг друга, которые в перерывах, ну, при сезонке много матчей проводили. Ну, игра интересная, я скажу, очень интересная. Эти болельщики присутствуют. Конечно, матчи присутствовали и руководители Калиньковичского спорта. То, что возрождается в нашем городе футбол, это уже очень хорошо. При участии местной власти, исполнительного комитета, вы можете видеть, какое прекрасное поле построено для наших футболистов. Это привлекает не только профессиональных спортсменов, но и постоянно увеличивается количество детей, занимающихся. Значит, по вечерам занимаются любители футбола. Вот, это большое дело. И я думаю, что такая работа будет продолжаться, и постепенно будет все больше и больше, и трибуна в конце концов заполнится. Тем временем поле начало заполняться игроками, которые продолжили матч во втором тайме с одной заменой в составе вертикали. Вместе Сергея Галушка, Николай Киселев. 49-я минута и предупреждение Станиславу Риускому последующий удар особых дивидендов хозяевам поля не принес. А это уже момент, когда в штрафной площади Калиньковичской команды сбили Никиту Кашкова пенальти. Его четко реализовал Семен Калыбенко. 57-я минута. 1-3. Шансы команды Мозерс-Кампозе на победу в этой встрече стали очень велики. Уже по традиции второго тайма прошла целая серия замен. И на 73-й минуте один из новоприбывавших, Дмитрий Харитончик, увидел перед собой желтый свет, нарушение правил непосредственной близости о штрафной площади сборной Мозерс-Кампозе. Штрафной пробивал Владимир Харланов. И здесь отлично сыграл голкипер и капитан нефтеперерабочиков Олег Дубовец. Еще через 2 минуты Харланов был удален с поля за вторую желтую карточку, то есть уже красную карточку. После предупреждения удостовался и капитан вертикали Сергей Кашевич. Далее замены, одна из которых сработала. На 84-й минуте матча, когда Дмитрий Певоваров хорошим ударом завершил атаку своей команды, добил мяч сетку ворота соперника. Счет стал 2-3. Что не говори о этот. Гол команда Дмитрия Сергеевича Воробья заслужила. Понятно, что концовка встречи прошла в непримиримой борьбе. Апофеозом, который стал пенальти, уже в добавленные минуты к основному времени матча сбит был Семен Колыбенко. А пробивать на сей раз отправился Никита Кашков, который уступил в дуэли вратарю. Максим Кашдуб здесь был бесподобен. Но не глядя на моральный подъем, некоторое время до финального свистка еще встреч уже не изменился. Он остался прежним 2-3 или 3-2 в пользу Мозорского НПЗ. И его замечательных игроков, которые, думаем, не жалеют, что в один из моментов своей спортивной карьеры пополнили команду нашего флагмана нефтепорабатывающей промышленности. Не жалею, конечно, играть на таком уровне во второй лиге в 17 лет. Это лучше, чем побегать где-то во дворе. Предложили мне, тренер подошел в конце лицензии, предложил такое предложение поиграть. Согласился, вот сейчас играю, забиваю. Конечно, это радует, что смог помочь команде победу сделать. Ну, пенальти еще не забил, правда, но ничего страшного, будем тренироваться, будем забивать. А тренерского штаба команды Мозорского НПЗ нам эту встречу прокомментировал наставник, представитель производства автоматизации связи Андрей Владимирович Турчин. Ну, всегда с калинковической командой у нас принципиальные игры, тем более в нынешней ситуации, когда... И так получается, что как бы игра за шесть очков. В случае победы мы, как бы, калинковическую команду немножко оцепляем, борьбы за, так сказать, призовые места. Поэтому для нас это важная была игра. Ну, а в принципе, всегда эти игры были, как бы, дерби, можно сказать, местного масштаба. Вот, и в калинковической команде большинство, наверное, все-таки мозорских воспитанников. Поэтому все эти игры всегда принципиальные. В следующей встрече с лидером группы, к сожалению, не будет в составе Мозорского НПЗ Никиты Никитачкина травма. Травму на республиканском спарткете работников нефтехимического комплекса получил Виталий Моисеенко. Шестая желтая карточка пришла к Станиславу Риузскому в матче с вертикалью. То есть, встречу, следующую, этот защитник пропускает. И вот с такими потерями может надеяться болельщик Мозорского НПЗ на достойную игру своей любимой команды. Ну, футбол – это же командный вид спорта, поэтому потери для нас, ведущих игроков, от кого-то за перебор карточек, кого-то ввиду травм, там, как бы, будем искать резервы из того, что у нас есть в обойме. Я думаю, что в любом случае мы настраиваемся на игру, вот, и только победа, как бы, для нас. В нынешнем сезоне прекрасно влился в коллектив Александр Чайко – отличный футболист, привнесший в игру нефтеперабочиков. Свой оригинальный стиль – неукротимую волю к победе. Вертикаль у нас всегда очень принципиальные игры, потому что, получается, ребята все наши, с кем-то играли, с кем-то не играли, но в основном все вместе занимались, где-то на тренировках вместе, где-то занимались у тренировок одних. Игры всегда принципиальные, напряженные, даже когда счет, получается, может быть, не по игре, там, 4-0, все равно накал очень большой. Ребята с вертикалью молодцы, я, ну, просто, ну, всегда рад за них, что они тренируются, и всегда с ними играть, ну, играть интересно. Ну, что победили, это хорошо, и движемся в сторону первой лиги, как-то получается немножко так. Отмечая пятое место в турнире «Таблица Калинковической вертикали», скажем, что сейчас только три очка разделяют команды, занимающие первое и второе места – «Бумпром» и «Мозорское НПЗ». И нет нужды пояснять, сколь важен будет их поединок, который состоится уже в субботу, 13 августа. Каждую игру стараемся играть на победу, потому что, ну, нам, по сути, не важно, там, первая лига, вторая, нам каждое главное очки набрать, показать хорошую игру, чтобы и зрители приходили, и самим, чтобы удовольствие получать. Ну, что же, друзья, суббота, 13 августа, стадион «Спартак» в три часа дня прозвучит стартовый свисток матча «Мозорское НПЗ-Бумпром-Гомель». Это будет хороший футбол. Не пропустите.